Межэтническая журналистика В течение двух месяцев они будут посещать обучающие лекции и знакомиться с этнокультурным многообразием региона, а также Северного Кавказа. Причем это будут не только теоретические знания. У начинающих журналистов будет возможность уже на практике познакомиться и пообщаться с интересными людьми, среди которых будут как журналисты, так и чиновники, связанные по роду деятельности с реализацией национальной политики. Более подробно о том, как будет проходить обучение, нам рассказал куратор проекта школы межэтнической журналистики в Карачао-Черкесской республике Неля Карабашева. Это проект, который стартовал первый раз 10 лет назад. Его инициировали журналисты, которые входят в гильдию межэтнической журналистики. Это федеральная организация и 10 лет подряд они выпускали журналистов на эту тематику. То есть тематика – это этника. Каждый год регионы были разные. Некоторые регионы переставали участвовать, некоторые регионы добавлялись. Карачао-Черкесия участвует впервые. И если мы хорошо проведем эту школу, если будет успешный выпуск, то я думаю, что мы на следующий год сможем поучаствовать. В этом году 27 регионов. То есть мы, получается, 27 регион – участник. Выступили сами с предложением представители гильдии межэтнической журналистики. Я согласилась сразу, потому что мне это очень интересно. Потому что это возможность, во-первых, пообщаться с подрастающим поколением, чему-то у них научиться, научить их чему-то, поднять собственный уровень профессионализма. Потому что когда ты готовишься к лекциям, когда ты думаешь про то, каких гостей позвать, ты, естественно, это всё читаешь, осознаёшь, получаешь более глубокие знания и, соответственно, сам развиваешься. Не зря говорят, что если мы кого-то учим, мы с вами чему-то учимся параллельно. Ученики вашей школы – это практикующие журналисты или только те, кто делает первые шаги в этом направлении? Я хочу сказать, что по проекту нам рекомендовали человек 15. Потому что, если будет больше людей, то будет сложно качественно с ними заниматься. Потому что вообще практическая часть, она очень мощная именно в этом проекте. Но как-то получилось, что вот 15 и откликнулось. То есть как-то вот у нас совпало всё, потому что откликнулись только те. Я вчера пообщалась с ребятами, которые не случайно. То есть я спрашивала, почему тебе нравится журналистика, почему ты хочешь этим заниматься, кто тоже учится на третьем курсе, кто-то на втором курсе в Карачаевске учится. Кто-то начинающий журналист уже работает, но имеет мало практики. Были ребята, которые будущие педагоги. Я говорю, журналистика для вас – это что? И я понимаю, что они сознательно готовы заниматься новым для себя делом. И, может быть, даже планируют в будущем связать свою жизнь с этим направлением. Что по итогу получат ученики вашей школы? Они получат, во-первых, знания, потому что у нас прикладной курс, я об этом сразу говорила. И ребятам я сказала, если вы не планируете писать, то вы не сможете пройти этот курс. Курс рассчитан на два месяца. То есть в течение двух месяцев они будут ходить на занятия очно и заниматься заочно. То есть у нас 50% очно, 50% заочно. То есть это все произошло, потому что есть в Черкесске студенты, есть в Карачаевске. Им будет сложно передвигаться. Я мало верю, что студенты, даже желающие получить дополнительные знания по журналистике, они смогут приезжать, например, два раза в неделю из Черкеска в Карачаевск. То есть это сложно. Поэтому мы проводим одно занятие в Черкесске очно, а остальные подключаются заочно в онлайн-режиме. И второе занятие в течение недели мы проводим в Карачаевске. И, соответственно, кто из Черкеска, они присоединяются к нам по зуму. Скажите, пожалуйста, предполагаются только теоретические занятия или практические тоже? Мы, по крайней мере, постараемся в этом году сделать все интересно, красиво, ярко, потому что это старт, это начало. Хочется, чтобы это начало было вот таким красивым. Поэтому я планирую пригласить много разных гостей. Я им вчера пообещала, они, глаза загорелись у всех, я увидела, они прям так уже стали вмысленно представлять, как они берут интервью одного человека, второго. Это будут представители и как журналисты местные, которые интересны в плане личности. То есть этот человек должен быть интересен как личность. Это будут и представители чиновники, которые связаны непосредственно с национальной политикой, с национальной тематикой, с культурой. Я думаю, что подборка гостей должна быть такая, чтобы с этими людьми было интересно в течение часа разговаривать. И эти люди, естественно, должны быть открыты. У нас уже с радостью согласилась, ну, человек пять, наверное, моих хороших знакомых, которые сказали, да, мы с удовольствием придем, пообщаемся с молодежью, что-то им расскажем, потому что они обладают специфическими знаниями, глубокими в каком-то направлении, да. Оно так или иначе связано с этнической журналистикой. Например, мы говорили про целое направление, которое интересно должно быть не только людям, которые хотят на этническую тему писать. Это правовые основы деятельности журналиста, да. Когда я сталкивалась еще вот раньше с этим вопросом, очень мало экспертов в этом направлении. И вот ближайшие для нас эксперты находятся даже в Воронеже. То есть женщина, которая нам очень провела хороший семинар, она физически находится в Воронеже. Мы бы с удовольствием ее пригласили. Но, к сожалению, она как бы вот только-только в Zoom мы можем с ней пообщаться. Может быть, мы так и сделаем, я не знаю. То есть есть тематика, которая глубокая, важная, нужная. И вот мы сейчас ищем людей, которые будут в этой тематике наших студентов просвещать. Расскажите, сколько предполагается занятий, вообще каков срок обучения в вашей школе? 20 лекций. Эти лекции, кроме той части, которую мы будем разбирать в офлайне, у нас будут лекции от журналистов федеральных, которые сами тоже на эту тему читали лекцию. Она будет видео-лекция. И, получается, ребята будут смотреть видео-лекции самостоятельно дома, а потом мы будем с ними их обсуждать. То есть какие-то домашние задания даже? Всегда. Вот они вчера получили домашние задания. Рассказать, насколько для них вот эта этно-журналистика важна или не важна. То есть почему она важна, именно вот как они думают. Я думаю, что мы уже в пятницу, в пятницу будут следующие занятия, мы получим какие-то первые эссе и первые какие-то новости по этой теме. И я посмотрю, кто как пишет. То есть надо понять просто уровень профессионализма начинающих наших журналистов. То есть понять, кто на что на данный момент способен, чтобы потом видеть динамику. Я забыла сказать очень важный момент. Ребята, кроме того, что они получат практические знания, и курс, он выстроен так, что практика — это главное. То есть практика, постоянное будет написание материалов, постоянное какое-то, вот мы будем выезжать, у нас будет этно-экспедиция, я об этом тоже не сказала. У нас будет ещё конференция, видеоконференция с другими регионами. То есть такие же школы, как наша, они будут вместе с нами обсуждать какой-то вопрос. Мы будем разговаривать про проблемы, может быть, про набор какие-то достижения, делиться каким-то опытом. То есть эта видеоконференция предполагает именно такое общение регионов. Что подразумевает этно-экспедиция? У нас есть несколько в регионе красивых мест, куда можно спокойно привезти студентов, и поговорить с ними о том, почему это место интересно с точки зрения этнической журналистики. Что это какой-то старый город был раньше, или было какое-то старое поселение. Поговорить с людьми, которые до сих пор ещё что-то помнят, что-то знают. У нас много, к счастью, энтузиастов в районах, которые своими силами восстанавливают или делают музеи. Я знаю лично трёх человек, которые в разных районах республики, они имеют свои музеи, потому что им хотелось сохранить историю, им хотелось сохранить культуру. И они по крупицам собирают эту историю, культуру, всё, что осталось. Потому что многие люди не сознают, насколько это ценно и насколько это важно для будущих поколений. И такие вот энтузиасты, на них держится весь мир, можно сказать, что весь мир на них держится, потому что именно они собирают, именно они дальше передают, именно они люди, которые делают большую колоссальную работу. И про них мы можем рассказать. Мы планируем к такому энтузиасту одному съездить, поговорить, сделать материалы. Это будут, может быть, репортажи, может быть, это будут очерки. То есть ребята должны будут сами решить, в каком формате они будут подавать. Современная журналистика, она не предполагает только печатный текст, мы сами это понимаем. То есть это вообще медиа. То есть если ты журналист, ты должен уметь и какое-то там видео снять, подать это, может быть, фотографии сделать. То есть вот эта компонента визуальная, она очень важна сегодня. Никто не читает просто текст. Поэтому мы будем изначально, ребята, ориентировать на то, что если ты, например, делаешь материал, у тебя должен быть какой-то видеоряд даже, как у человека, который может это показать, или взять классные фотографии. То есть здесь уже работа с фотографом совместно. У нас, кстати, запланировано среди гостей фотограф, девушка, которая на этнические темы снимает такие фотографии. Эти фотографии, они, наверное, как-то… Вот образ республики, если мы говорим про образ республики, она таким образом формирует образ республики, но с точки зрения культуры и этники. Поэтому мы хотим, чтобы одна из встреч была именно с ней.